Труд медсестры – это призвание и огромное желание помогать другим людям, отдавая каждый раз частичку себя во благо пациентов. В процессе лечения именно медицинская сестра находится с больным большую часть времени, будучи вторыми руками и глазами врача. В эту профессию приходят по-разному. Одни доверили совету родителей, другие с детства играли в доктора, а третьи и вовсе пришли по стечению обстоятельств, не зависящих напрямую от них. Девять лет я занималась музыкой и думала, куда пойду в музыку. Потом родители говорят, нет, ты пойдешь в медицину, давай идти туда. Ну я такая, ну ладно, давайте пойду. Как для девочки, для девушки в будущем у женщины период беременности было что-то особенным, что прямо притягивало душой. Наверное, поэтому я решила связать свою жизнь с этим, находиться в этой сфере, помогать как-то женщинам, появляться как-то в новом семье, в новом жизни. Вообще с детства я мечтала стать медработником, а именно врачом, но так получилось, что я пока медсестра, и в дальнейшем я планирую вообще реализовать свою мечту, стать врачом, врачом-падиатором, возможно. В профессию я пришла в период пандемии как раз-таки, начала учиться. Это, думаю, было по зову моего сердца, помочь людям, всегда быть начеку. Существует около двух десятков специализаций медсестер. Каждая из них имеет свою зону ответственности. Курируют работу медперсонала главная и старшая сестры. За постельное белье, состояние оборудования, обеспечение продуктами отвечает сестра-хозяйка. Хирургическая и операционная готовят к проведению операции все необходимое. И в ходе нее помогают врачам. Процедурная делает больным уколы, следит за обработкой инструментов. Лабораторная принимает биоматериалы на анализ. Поставая дежурит в отделении, размещает больных. Палатная проверяет содержимое передач, которые получают больные. Раздает им медикаменты, проверяет температуру. Практика показывает, что медицинские сестры выполняют большой функционал задач. Они заменяют друг друга и помогают в уходе за пациентами. Я помогаю людям, перевязки помогаю делать. Потом в систему ставлю уколы, поддерживаю людей, помогаю своей заботой. Я работаю в процедурном, также и в перевязочном делаю перевязки с врачами. И также на посту сижу. Там уж мы оформляем пациентов. В течение дня мы ведем с врачом прием. Например, либо это прием в кабинете, также это работа в неотложной помощи, выезды на дом. То есть это кровь, кардиограммы. Так, приходим, заполняем журналы, сначала проверяем лекарства по назначению, делаем уколы. Иногда врачи назначают таблетки пациентам, раздаем, уколы назначают, уколы делаем. Труд медицинских сестер требует не только физической выносливости, но и эмоциональной стабильности. Они должны быть готовы к работе в любое время суток, к нестандартным ситуациям и условиям. Важным в этой профессии является и большая ответственность, отдача и преданность работе. И, конечно, милосердие, способность проявлять сострадание и заботу каждому пациенту. Несмотря на его статус и возраст, во многом именно доверительные отношения между подопечными и медицинским персоналом помогают быстрее преодолевать физические и эмоциональные трудности. Это очень-очень большая ответственность, в первую очередь, за своих людей, в моем случае это за мой участок. Потом это, конечно же, желание помочь всем безукоризненно, отдать себя всю, всю свою душу данной профессии. Я легко отношусь к работе. Я хорошо сработалась со своим врачом, поэтому нам легко в процессе. Все равно понимаешь, что это беременная женщина, тут немного другая психология, другой гормональный фон. И поэтому они все воспринимают по-другому. Иногда бывают трудные смены, когда вообще выгораю, как-то так получается, что неохота приходить. А потом домой прихожу, расслабляюсь, отдыхаю и как бы заново прихожу на работу. На земле нет профессии, более необходимой людям и несущей главную миссию. Помогать пациенту справиться с болезнью и недугом. Обрести надежду и силы вернуться к повседневным заботам. Медицинские сестры и врачи – настоящие герои. Именно благодаря их совместной работе большинство жизней спасается. Многие болезни побеждаются, а пациенты восстанавливаются. Кристина Отекина, Александр Антонов, Универ Новости.